Дорогие друзья, в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о посадке лимона с помощью косточек. Лимончик можно прекрасно вырастить. Вот и семечко, которое находится внутри лимона. Нужно брать свежий, аккуратный, целенький лимон, без всяких пятен, без всякого повреждения. И внутри вытаскивать вот такие вот семечки. Брать семечки нужно только те, которые не поврежденные. В данном случае я взяла 4 семечки, которые я предварительно замочила в растворе эпина. Примерно на полстакана воды 1-2 капли эпина. 2 часа они у меня уже постояли, я их вытащила. Вот они в такой вот виде находятся. Для чего я их замачивала? Не для того, чтобы они там сухие, их нужно, чтобы они разбухли. А просто для того, чтобы они напитались питательными веществами, питательными микроэлементами, чтобы быстрее тронулись в рост. Еще хочу немножко поделить внимание на том, что если вы хотите быстро получить плоды растений, то это не год и не два. Плоды появятся первые примерно через 7 лет. Если получить плоды через 2-3 года, тогда нужно размножать с помощью прививки. То есть, вот вы в семечках посадили растеницу, она у вас выросла через какое-то время. И вы прививаете либо веточку, либо почечку от культивированного лимона. Это те лимоны, которые продаются уже плодоносящие в магазинах или же в оранжереях. Мне не нужно через 2 года. Я прекрасно могу подождать и 7 лет. Мне просто хочется дома завести небольшой лимончик. Я уже выращивала лимончик. Ему сейчас около 5 лет. Могу сказать только то, что он не любит сухого воздуха, не любит стоять возле батареи центрального отопления. Не любит, когда ему идет жаркий сухой воздух. Он, как и практически большинство всех растений, очень любит светлое, рассеянное место. Поливать его нужно умеренно, потому что лимон не очень любит переливы. И на различные стрессовые ситуации с переливами или недоливом, или сухостью воздуха он начинает реагировать сбрасыванием листов. Начинают сохнуть кончики листьев, появляются сухие пятна, и потом лимон сбрасывает листья. Так он реагирует на различные стрессовые для себя ситуации. Чтобы этого исключить, нужно очень внимательно следить за его уходом. В принципе, можно сказать, что лимон выращенный из косточки. Да, и в принципе, приобретенный где-нибудь в магазине довольно-таки капризное растение. Поэтому с ним нужно быть очень аккуратным. Мне нравится это растение, мне нравятся его листочки. И поэтому я дома тоже решила вырастить из косточки лимон. Можно, в принципе, взять обычный горшочек и посадить в один горшочек все четыре зернышка в обычный ночный грунт, который продается у нас в магазинах. Он довольно-таки долго, схожесть у него проявляется в любом грунте, в каком бы вы ни посадили, даже в торфяные таблеточки, если вы возьмете, довольно-таки долго лимон проявляет свои жизненные силы. Это где-то примерно месяц-два, а то иногда бывает и больше, в зависимости от условий. Можно, как я сказала, сажать в обычную земельечку на глубину примерно 1-1,5 сантиметра. Но я хочу посадить в торфяную таблеточку. Так как я в предыдущих видео рассказывала, что торфяные таблеточки, они пропитаны специальным раствором, который помогает семечку или череночку быстрее расти, укореняться, предотвращает гниль. Поэтому я предпочитаю всегда укоренять, размножать семена именно в торфяных таблеточках. Сейчас я покажу, как я буду это делать. Возьмем вот такую небольшую плошечку. И вот 4 зернышка у нас и 4 торфяные таблеточки. Вот мы ложим вот этим углублением наверх, то есть чтобы донышко оставалось внизу. И берем небольшое количество теплой воды. В холодной воде они тоже будут набухать, но значительно медленнее. Поэтому мы возьмем теплую воду. Вот так вот мы налили. И теперь ждем, пока торфяные таблеточки начнут увеличиваться в своих размерах. Здесь уже видно, как они из маленьких таблеточек вот так вот распухают. Вот немножечко подольем сюда еще водички. И отставим, пока они не набухнут до конца. Дальше нам потребуется вот такое вот приспособление. Это потому что у меня оно есть. Если у вас такого нет, вы можете использовать просто палец. Ну или линеечку, чтобы измерить, на какую глубину будете сажать семечко. Вот здесь у меня просто есть деление по сантиметрам. То есть тоньше мне нужно вот полтора сантиметра, вот полтора сантиметра. То есть вот здесь вот у меня указаны такие вот деления, с помощью которых очень удобно делать дырочки и сажать семечко. Дальше мне понадобятся вот такие стаканчики. Я не буду делать на этот раз в них дырочки, потому что они будут просто служить как поддончиком для торфяных таблеточек. И вот такие зип-пакетики, как я рассказала в предыдущих видео, которые я буду использовать как теплички. То есть я поставлю туда. То есть здесь всего 4 семечка, и поэтому я не буду брать целую коробочку мини-тепличку, а просто использую для экономии места вот такие вот пакетики. Так, смотрим, что у нас с нашими торфяными таблеточками. Вот смотрите, они уже практически готовы. Еще несколько секунд, и можно уже приступать к посадке. Вот эти несколько секунд прошли у нас, и теперь можно приступать к посадке. Я всегда, когда пользуюсь торфяными таблеточками, обычно снимаю вот эту вот сеточку. Но обычно ее не снимают, потому что вырастает черенок, он оплетает вот эту сеточку корнями, и многие иногда, не снимая этой сеточки, сажают в горшочек вместе с ней, чтобы не нарушить корневую систему. В данном случае я тоже не буду снимать сеточку. Я слегка вот так отожму, чтобы очень сильно не стояла влага. Возьму стаканчик, и вот так вот поставлю торфяную таблеточку. То же самое я проделаю со всеми остальными. Слегка отжимаю, и стаканчик. Слегка отжимаю. Вот так. И готово у нас. Это нам уже не нужно. Мы отставляем. Теперь ставим поближе наши стаканчики. И теперь мы берем вот такое приспособление. Я буду сажать на глубину, ну, примерно сантиметр. Вот таким образом я вставляю. Тоже вот на полтора сантиметра я углубила. У меня получилась вот такая дырочка. Вот именно углубление, которое нужно для семечка. Еще хочу уделить внимание, что семечка лучше ложить вот таким образом, то есть на бок. Потому что либо отсюда, либо отсюда пойдут, либо корешочки, либо росточек. И росточек, если мы посадим вот таким вот образом, может пойти вниз. То есть он может не прорасти, или прорастать очень долго, пока он загнется и пойдет вверх. Поэтому семечка лучше ложить вот так вот на бок. Таким образом. Немножко подтолкнула. И прикрыла землю. Вот так вот. Отставляем. Теперь вот этот вот сантиметр или полтора, как вам будет удобней. вот таким образом углубление. И сажаем семечку. Четко стараемся следить, чтобы она легла на бок. И у нас она легла внутрь. Вот она семечка. И теперь мы просто вот таким вот образом пальчиками прикрываем ее. То же самое я проделаю со всеми остальными нашими зернышками. вот таким вот образом. Слегка даже подкачивая. И на бок. Теперь просто прикрываем углубление. все у нас готово. У нас посажены. Теперь все вот эти вот семена я убираю в тепличку. То есть в данном случае вот такой вот зип-пакетик. Вот в таком случае можно даже если стаканчики маленькие для экономии места можно поставить и два стаканчика. Вот таким вот образом. Если пакетик маленький, не влазит два стаканчика, можно поставить один. Ну пакетик широкий, поэтому я ставлю два стаканчика. и плотно закрываю. Вот мы поставили теперь в тепличку. Поливать не нужно, так как таблеточки торфяные влажные. Я закрываю наглухо пакетик и в таком состоянии оставляю до тех пор, пока растенец не прорастут. У меня дома достаточно теплая атмосфера, поэтому чтобы сильно не испарялась влага, я не открываю и также чтобы сохранялся свой микроклимат. Ну если допустим у вас сильно прохладное помещение, вы чувствуете, что лучше проветривать, чтобы не скапливался излишне влажный воздух, тогда можно проветривать. Но так как у меня этого нет, в принципе у меня никогда таблеточки плесень не покрываются, так они пропитаны веществами противодействующими появлению всякой плесени. Ну и благодаря тому, что я не открываю, сохраняется свой микроклимат, который помогает лучше расти семечкам. Да и в принципе любым даже череночкам. когда у лимончик подрастет, у него появятся настоящие листочки, его можно рассадить в более просторный стаканчик, либо же можно использовать этот стаканчик, но насыпать как можно больше грунта. Рекомендую использовать в принципе можно универсально использовать грунт, но я рекомендую использовать специальные грунты для лимонов. Там подобраны более лучшие компоненты, которые лучше будут способствовать росту лимона. Я сажаю косточки лимона. Надеюсь, моё видео вам понравилось. В дальнейших видео я буду рассказывать, как наши лимончики будут расти, как они прорастут. Это будет не раньше, чем месяца через два. Надеюсь, вам моё видео было полезно. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров Корректор КОНЕЦ